Дорогие бельчане, уважаемые коллеги, вы знаете, очень много было версий, очень много писали в СМИ о том, что всех беспокоил и беспокоит кандидат от нашей партии на выборах мэра города Бельца. Было очень много теорий, было очень много обсуждений в социальных сетях. Сегодня я стою перед вами и, во-первых, еще раз хочу поблагодарить всех бельчан за то, что не предали. И я стою сегодня перед вами, потому что мы должны продолжить то, что начали, и я уверен, что у нас с вами все получится. В течение четырех лет каждый житель нашей страны был свидетелем того, как нас уничтожали, как нас пытались одни сделать ручными, третий похоронить. Мы выстояли все эти годы благодаря поддержке бельчан, благодаря тому, что большинство из наших коллег продолжали свою работу и продолжали бороться. Я всегда говорил о том, что в нашей стране я буду делать то, чего хотят люди. Я всегда говорил о том, что я буду слугой своего народа, и где меня захотят видеть люди, там я буду. После нескольких визитов в родные бельцы я слышал массово от людей, которые подходили ко мне, люди, которые писали мне в соцсетях, которые просили, чтобы я вернулся на должность города Бельца. Поэтому я сегодня являюсь кандидатом в примары муниципе Белц, не потому что так хочет наша партия, или тем более какая-то другая. Я буду бороться за кресло мэра Бельц, потому что этого хотят бельчане, этого хотят люди. Я понимаю, что для многих конкурентов бельцы, одни видят это как город для создания своего бизнеса. Кто-то хочет вернуть, кто-то хочет начать что-то строить. И с момента, как я стал мэром в 2015 году, у них эти стройки не пошли. Я хочу сказать всем, что мы, как были в течение этих лет самой транспарентной мэрии в стране, и это было признанной экспертом, такой будем являться дальше. Я понимаю, что ждет огромная работа для того, чтобы завершить начатое. Но опять же, я уверен, что я, как будущий мэр города Бельца, буду строить все плечом к плечу с бельчанами, у нас все получится. Да, за последний год появились, оказывается, некоторые неприятные инциденты. То есть то, что я слушал сегодня ночью, мне не хотелось верить, что это идет речь вообще о городе Бельца. Я услышал о том, что некоторые чиновники хвастаются своими серьезными доходами на некоторых муниципальных предприятиях. Мне очень грустно, что сегодня, когда я в пример ставил всей стране, например, Бельское муниципальное предприятие объединения рынка, я ставил пример, потому что вы видели, как преобразились рынки в городе, вы видели, что для них было сделано, и просто-напросто по одной причине, что перестали воровать. Сегодня я узнаю о том, что кто-то начал возобновлять эти схемы, думая, ну, видно, надеялись на то, что я никогда не вернусь, или я не знаю, на что надеялись эти люди. Но я обращаюсь к этим руководителям, потому что я уверен, что некоторые из них сегодня смотрят прямой эфир, если нет, им передадут или посмотрят вечером. У меня для всех этих людей, которые и решили породить главное, то, с чем я боролся все эти годы, а именно коррупцию на том или ином предприятии, я предлагаю им написать, причем сделать это сегодня-завтра, два заявления. Одно, уволиться по собственному желанию, а второе, сделать явку с повинной в Центр по борьбе с коррупцией, в прокуратуру или в полицию. Потому что я не для того боролся все эти годы, чтобы кто-то сегодня себе начал создавать какие-то схемы для своего личного обогащения. Я всегда говорил о том, что в первую очередь, если надо, будут получать наши, а потом чужие. Сегодня бельцы являются, все эти годы являлись примером для подражания для многих других населенных пунктов в стране. И я сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы они в этой позиции оставались на весь мандат моего примарства и на многие годы вперед. У нас на самом деле сегодня бельчане, помимо того, что они просят вернуться, они очень просят, чтобы мы как-то с первого дня прям очень активно начали выполнять свою работу. Я вам скажу, что эту работу я уже буду выполнять в том числе и в предвыборную кампанию, но не нарушая закон, потому что есть вещи, которые являются непозволительными. Я бы сегодня, если бы имел мандат, И об этом у меня будет разговор сегодня чуть позже с Николаем Григоришиным, с действующим мэром, значит, чтобы предпринять какие-то шаги, чтобы касаемо тех людей, которые решили каким-то образом, обогащая себя, бросить черную тень на наш город. Значит, я им рекомендую потихонечку уже сейчас перебираться. Пусть выбирают любое здание, которое им больше нравится. Будь это комиссариат полиции, здание прокуратуры или Центра по борьбе с коррупцией. Я обещаю, что у нас будет правильная кампания, у нас будет чистая кампания. Мы не будем заниматься чернухой, как этой, которой занимаются сегодня уже некоторые оппоненты. сегодня, когда некоторые пытаются выиграть город, мне нравится, когда некоторые партии раздают газеты с российским лидером в Бельцах, а в страшенных на первой странице уже не президенты России, а руководство НАТО и Евросоюза, ну потому что города разные, как они считают и так далее. Вы можете фотографироваться с кем угодно, как угодно. Мы будем честно бороться. Вы и все бельчане знают, что я всегда выступал за политику конкретных дел. На ближайшей встрече с бельчанами мы подробно сможем поговорить и о всем том, что было сделано, и о том, что будет сделано в ближайшее время. Хотелось бы отметить, что у нас очень хорошая команда советников. Я благодарен всем тем, которые в течение всех четырех лет репрессий не сдавались, и всех тех новых людей, которые пришли, потому что у нас принцип один – вместе построить город. город, поэтому я знаю, как вы работали, я знаю, почему и на каких условиях ноги уходили, пока меня нет. Сегодня я вернулся, а раз я вернулся, то я уверен, что у нас все получится. И у нас с вами, и самое главное, бельчане увидят реальные результаты того, кто на что способен. На что мы способны, если говорить конкретно обо мне, я показал это в 2015-2016 году в городе. Я уверен, что смогу также с гордостью говорить о бельцах и о наших результатах и на национальном уровне. Я уверен, что сегодня в отсутствии режима Плахотнюка нам будет намного легче достучаться до нового руководства страны. Я уверен, что мы прибавим скорости и некоторым депутатам парламента, которые в предвыборную кампанию говорили о том, что они будут представлять интересы бельчан. И потом все остальное. Я уверен, что мы начнем с бельца, и мы докажем всей стране, что мы являемся самым мощным, самым сильным политформированием, которое претендует на роль ревизора по всей стране. Я уверен, что мы начнем с бельца, с фолешт, с гладян, с дандюшан. У нас очень много кандидатов, которые идут на еще один мандат. Вы все увидите результаты в первом туре выборов. Потому что, когда люди голосуют в первом туре, это говорит о том, что у них есть понимание и правильная оценка всего того, что было сделано за 4 года. Поэтому, с тема с болцем. Сегодня я сказал, что я поставил акту, чтобы я регистраю в первом туре, а в первом туре выборов, и все люди знают позиция моя. Никогда не связываю социей. Проружи, молдовени, проромани, проевропейни, Мы имеем украинские украшения, мы имеем практики национальности. Я, как я сделал, это делаю еще дальше. Я делаю то, что национальный уровень, вся Република Молдова будет видеть, что Моничипио Болц не есть муниципио, в котором есть дивизация, есть дивизация Болцения. Вы знаете очень хорошо, что, на мой премьер-мандат, я поддерживаю лично, и я практиковал практически на все события, которые были в месте. Я разрешил, чтобы делать много хорошей работы, много хорошей работы, и я помню, что мы будем делать и продолжать. Сеи, которые заявлены сегодня, и с претенденцией, Это очень тяжело, потому что у меня есть партия политика, которые уже спрашивают билбордеры, чтобы купить разные шмейки, прензиари, которые используют позиции у них политики. Я дам их успех. Потому что эти партии в Панаму все у них было много. Когда я спросил их как они хотят сделать для того, чтобы улучшить билбордеры, когда они получили два маленьких городов в Молдове, они не получили никаких результатов. Я желаю успеха для всех кандидатов. Я желаю, чтобы поговорить с конкуренциями, если мы будем говорить. Я желаю, чтобы только иметь компанию куратой, компанию «Электураль». Я желаю, чтобы я не знаю, я желаю, чтобы я желаю, я желаю, я желаю, я желаю «Норд Ньюс». Я хочу сказать несколько слов об СП. Пока я был в городе, вы были главным ревизором. Мне надо было открыть СП для того, чтобы понимать, какая проблема есть в том или ином уголке города Бельц. Правда, были многие анонимки, но в 90% случаев вы были журналом к действию. Поэтому вам спасибо за эту работу, спасибо и БТВ, спасибо всем тем, которые освещали и в трудный период, особенно когда отстаивая город Бельцы, советники решились на голодовку. всем спасибо. Можно задать вопрос? Да, да, конечно. Я так понимаю, что среди вас стоят те, кто будет рекендовать на места в муниципальном совете. Я не вижу там господина Григоришина. Есть ваши вопросы? Значит, господин Григоришин сегодня его не может быть среди нас с юридической точки зрения, потому что он является мэром города Бельцы. И если бы стоял здесь Григоришин, то сейчас бы уже начались критики, что это использование одним ресурсом. Вы видите, мы и трибуну убрали в сторонку, потому что я же знаю, что будет. Вот использую там таблички примарии, исторические памятники. Мы делаем все корректно с точки зрения закона. Поэтому на данный момент, пока он работает мэром города Бельцы, его не может быть ни среди советников. В списках его сейчас тоже нет. Сейчас в списках Григоришина тоже нет. На данный момент. Спасибо. Думаю, сатое, давно есть Елена Грицко, которая спросит в консилие? Елена Грицко в списках все остались в списках в списках для консилия. Вы не сказали, где вы говорите, что у них есть о том, что у них есть и оборудование для тех, которые получают старые не зарплаты, не зарплаты. Никто, не заработал. Никто. И почему это говорит? Ну, давайте... Я сейчас дам вам сообщение. Я сейчас, даже сегодня, проверяю всю информацию. Знаете, как я говорю, я в группе на эти термины. Я, даже в моменте, когда я был в Балтии, я уже просил больше информации, но... мы говорим, конечно. Я уже понимал, что ситуация есть очевидная. В первом случае, мы говорим о муниципальном сотрудничестве сообществе. То есть, вы знаете, я... на национальном уровне какие-то были сделаны на рынке, когда не было 9 миллионов долларов в год, но, конечно, многие были изменены на рынке. Вы увидели, и пьяца дела дела в Университете Олега Руссо, и пьяца централа, и все были сделаны по дороге, слава Богу, за пьяца Байдукова, и после этого, вы знаете как, все работали, и после этого, кто-то стал простым. я и сказал, и привезу их, я иду двух, один заходя, для того, чтобы узнать, какalan, потому что вы говорили на руке, для того, не говорили проявления, для того, как на зрение, так как вы понимаете, да, и мы предложили сделать два, один, заходя, а второй, что вы делаете на правильном правиле обвинения, на прокуратуре, полиции, и все, я иду под этим. А вы знаете, что я в том, что я даже не могу идти на муниципалу, потому что я ищущий партнер, я ищущий партнер, я ищущий партнер, я ищущий партнер, и я использую ресурсы административные. Поэтому мне нужно сделать, только через масс-медиа, которые сейчас называют «он-line», на более крупные ретелы социализацией, и я могу сказать, что у вас есть «буды» на голове. Это не зависит. Это не зависит от уровня, и ничего не делал. Но если у вас есть «буды», они не «буды» на меня, они «буды» на «буды» на «буды»! Вы знаете очень хорошо, что деньги, которые у них возникают, что они уникали в городе, но не кто-то, чтобы они строят авиалии. Такая ситуация. И у меня вопрос, какие будут три вещи, которые я делаю в течение 4 лет? Это очень важная работа. Это очень важная работа. Но самые большие, которые мы сегодня находим в городе, это дороги. То есть, сегодня, когда мы в городе, я только, визитая всю страну, посмотрю, насколько качественная работа находится в городе, и как они находятся в другом городе. Я не знаю, но в порядке, если у нас есть, то есть. Но, в любом случае, я покажу, я покажу, что в городе, что больше людей будет по-другому. Чем больше тротуария, перепрытие, тем больше людей, с удовольствием, будут по-другому. Поэтому, которые, которые, Сейчас я хочу закончить проект, что это тинерат. И, по-третьему, мы продолжаем кураться. Я вам сказал еще раз. Моя мечта была как большая вещь в городе. Он был известен, что это тинерат. Но, в любом случае, нужно решить очень много вещей. Мы уже изучили много вещей, которые связаны с компанией уникальной муниципальной деятельности. Я уверен, что даже не в стране, мы продолжаем много процессов, которые, в частности, можно увидеть, что мы были в бюро, чтобы это было понятно, что каждый проект, который будет реализован в городе, который будет реализован в городе. Да, все люди знают, и они увидят результаты, что они сделали в первый год, что они сделали в первый год, и что они сделали в второй год. И все люди понимают, почему я не смогу, чтобы мне дать в городе. И сегодня я еще раз говорю, что я не получаю функции. Вы увидите, я сейчас говорю, на Масмедия, и на городе, вы увидели разобрались, что, как я сказали, вы увидели реакции на сегодняшний день, как вы видели, на blend Сауэн, и на 2-юх год, за 2-м недвижие, вы увидели, что вы увидели возникновение. И, как я сказал, я буду создателем нашей народной победы. Потому что начальники в стране есть больше, чем нужно. Но я, как я был премьер для людей, так же буду продолжать. Я, в первую очередь, должен быть человек, который делает все эти ценности. И теперь мы говорим о политике национальном уровне. Но нужно очень много изменений национальном уровне. Так национальном уровне правильный уровне, и я возgovал конкурс со смешкой. И мы решили нечего там говернаизма, что этого рамка не было, и мы решили сделать это. Мы решили, чтобы это сделать, чтобы не ловить его, чтобы не было ничего. Но у нас есть очень много. И мы решили, что мы решили, Мы не можем начать репарировать дороги, в ближайшее время, в июне или даже в июле. Это и есть операция total. Мы нашли решения, как мы можем репарировать группы, и в день рождения, что было невозможно. То есть, по поводу физической точки зрения. Мы нашли решения техники. Люди увидели, что я делал, и я уверен, что они будут видеть, что они будут делать. Еще раз спасибо всем бельчанам за то, что они предали. Спасибо огромное за вашу любовь, за ваше доверие. Я буду двигаться вперед, и в Бельцах у нас все получится, и мы будем примером для всей страны. Спасибо всем, спасибо всей команде.